Теория относительности Преподаватели понимают, что это бред, некоторые преподаватели. Но есть вот эти бешеные фанатики, как правило, безграмотные, которые относятся с теорией относительности. Хороший пример доведения правильных мыслей до человека, который требуется более полчаса, чтобы отличить кривую от прямой. Далее. За Лобачевского порву, за Эйнштейна в голову стрельнул. Хотелось бы услышать конструктивную критику от товарища Саватеева по поводу Катюшика, а не эмоции переходной личности. Он не может критиковать, не выдумывая несуществующие категории. Ну да, вся их осмысленная деятельность, она в искривлениях пространства несуществующих. Хочешь критики? Он задвигал про вечный двигатель на технологиях НЛО. Этого достаточно? Ну вот бедняжка даже не понимает, о чем была речь. Мы говорили и рассказывали, что если система возможна, она возможна на каких-то принципах. Мы подробно это все показывали. Вашего мозга не хватает, чтобы понять. У вас просто сам факт. Говорил про двигатель, а про вечный, а про НЛО говорил, значит все. Ну не смысл, что наши бедняжки. Саватеев отвечает на какую угодно чушь, а на вразумительную критику Катюшика боится даже начать диалог. Просто прячется, как ребенок из пятого класса, с общими фразами, что кто-то там, где-то там считает Катюшика неправым. Ты сам на критику ответь, по сути попробуй, а не про свои фантастики пробормотать. Катюшик ведь по сути критикует, а не про чье-то мнение о Саватееве, говорит. Ну, зачитано. Ну, совсем ругательства про Саватеева зачитывать не будем. Ну, очень много руганий в адрес Саватеева. Алексей Напалков. Ага, вложение гладкого многообразия, я по столу. Теперь я знаю, как размножаются образованные дуры. Методом вложения гладких многообразий. Ну, зачитано. Евгений Габченко. Сделайте, пожалуйста, канал в Телеграм. Даже не знаю, что ответить. Раз в восемь еще раз сделают. Есть канал в Телеграме. Есть канал в Телеграме. Можно еще проще объяснить. Есть эльфийский язык, придуманный Толкином. На нем можно разговаривать. На нем можно писать стихи. Но это никак не доказывает научное существование эльфов как таковых. Так и скриптография. Очень хороший, объясняющий, понятный комментарий. Спасибо. А вот, вот, вот это вот, вот это нечто, вот этот комментарий, комментарий от человека, который зомбирован полностью вот этой салатеевской математикой, что пишет. Катюшик неправильно понимает математику как описание действительного мира. Поэтому разговор с ним бессмыслен. Математика может и должна описывать любые выдуманные структуры, любые множество элементов с любыми заданными отношениями, расстояниями, сложениями, любыми бинарными операциями, а также унарными, тренарными и может описывать все, что угодно. Главное правило любого раздела математики не быть внутренне противоречивым. И соответствует она действительному миру с точки зрения котюшика или не соответствует, это не имеет никакого значения. То есть человек просто, ну, как бы берет, да, можно все, и пусть она будет 189 дуромерна, многомерна, крысомерна, копчикомерна, кишечномерна. Она может что угодно, отсутствующее определение, неопределяемые понятия, все что угодно. Дальше он пишет, сейчас вообще внимательно слушайте. Пространство – это множество элементов, в котором определены отношения близости между элементами. Услышали, да? Множество элементов, в котором определены соотношения близости между элементами. Пространство непрерывно и, значит, не состоит ни из каких элементов. Сказку о состоянии, о делении пространства на элементы могут придумать дуры, да, и нам поведать об этом. И с того момента станут определены соотношения близости между воображаемыми дурами и элементами в пространстве. Но фундаментально это вред, потому что пространство – это реальный объект, который существует вне зависимости от того, есть у нас дуры, нет у нас дуры. Придумали дуры близость между элементами, не придумали. То есть вы декларируете безграмотное определение пространства. Дальше он продолжает. Оно безмозглое определение пространства, оно вообще полностью аллогично и бессмысленное. Существует два как минимум способа задания близости и, соответственно, существуют два типа пространства. То есть два способа есть. Дуры придумали два способа, с того момента стало существовать два типа пространства. А если бы дуры придумали 14 способов, у нас было бы 14 типов пространства. То есть это вот неразлепляемый, сумасшедший, тупорылый бред мы сейчас слушаем от этих людей. Пространство метрическое, множество элементов, которым задана действительно функция САБ. Расстояние между любыми двумя элементами А и Б. Пространство топологическое. Аксиоматика основана на задании открытых подмножеств данного множества. В чем проблема ознакомиться с аксиоматикой пространств, а не заниматься демонстрацией. То есть он думает, что вот это аксиоматика пространств. Это вот безграмотность в высшей степени, это вот замороченность, укуренность, обдолбанность, обман, это жертва. Взяли вот голову так и тесто там помесили, помесили, так мозг измесили. Сказали, что пространство это множество элементов, в котором заданы отношения близости. Все. Это вот ему надрали голову, накидали туда, как понимаете, чего, да, шариков накидали и вот таких вот вытянутых штучек навтыкали. И вот как вы думаете, с чего он взял-то вот это? Вот он сам набредил или нет? А нифига. Открываем Википедию и читаем. Топологическое пространство. Множество, для элементов которого определено, какие из них близки друг к другу, является центральным понятием общей топологии. На ряду с понятием метрического пространства является одной из разновидностей пространств геометрии. Дуроньки, просто вот дуроньки, не способные сосредоточиться, дуроньки и саватеев, они такие собрались в кучку и стали называть пространством то, что пространством не является. Вот это вот множество элементов, в котором определены соотношения близости между элементами, оно не является пространством. Пространство – это объемная величина, в которой мы находимся, реальный объект. Все. А вот то, что дурно о нем фантазируют, это модели, многообразие, но это не модели пространства. Вот там, где вы придумали свойства соотношения близости между элементами, гомеоморфная сопля бессмысленная, которая имеет отношение к недействительному миру. Вот в нашем мире никогда, ни при каких обстоятельствах не будет действительно вот это вот соотношение близости между элементами пространства. Потому что пространство не состоит из элементов, да. Количество дур, проголосовавших против этого, ничего не определяет. Безграмотность. Это вот некий Вадим, 32. Это жертва образования. Вот реально потерпевшая, пострадавшая. Почему вот Вадим не знает о простых определениях, реальных определениях? Почему он не понимает, что вот эти вот определения, которые он якобы выдает за аксиоматику пространства, они не соответствуют правилам задания дефиниции? Вот давайте. Как вы отличите вот это определение пространства от определения носорога? Носорог – это множество элементов, которым определены соотношения близости между элементами. Ну чем не носорог-то? Вполне себе носорог. Чем отличается от пространства? Да ничем. Вы не понимаете из определения, что это такое? Вообще не понимаете. Это не следует. Множество элементов. Шкура енота – это множество элементов, которым определены соотношения близости между элементами. Вполне себе. Шкуру енота мы можем на элементы, ваше определение пространства больше подходит шкуре енота. Вот шкуру енота мы можем разрежать на элементы и двигать между собой, рассуждать о близости этих элементов, а пространство не можем. То есть вы задали безмозглое определение пространства, не рабочее, не функционально, не соответствующее правилам задания дефиниции. Вы не понимаете, это вот безграмотные чуды. Вот одни безграмотные чуды много лет назад, вот этот вот бред сочинили, другие безграмотные чуды должны были проверить, да, достоверен ли контент, который мы даем школьникам. Вы не смогли проверить, вашего топологического пространства мозга не хватило, чтобы проверить. Научный полицейский, так держать мы с вами. Спасибо, зачитала. Вопрос по шотам. Требуются шоты, люди просят шоты, короткие видео. Если вы смотрите ролик и вам попался какой-то фрагмент, который вы считаете интересным и ярким, нажмите просто внизу комментарий, укажите цифру. 3 минуты 20 секунд, по 3 минуты 40 секунд. Такой-то момент. И мы сделаем шот, и разместим шот на канале. Потому что мы сами не видим, что из этого полезно. Боже мой, да что это такое? Начнем с того, что Катючек решил, что их клидовая геометрия является нормальной геометрией, существующей в действительном мире. Во-вторых, по поводу определения действительного мира. То есть получается, там, где мы находимся, это действительный мир. Тогда там, где нас нет в данный момент, то определение начинает бить саму себя. В-третьих, математика не занимается описанием реального мира. Она занимается изучением и описанием абстрактных объектов, которые могут как иметь отношение к действительному миру, так и не иметь данный период времени. Чем занимается математика и чем она должна заниматься? Чем занимается сейчас? А чем она должна заниматься? Вот часовой должен стоять на посту. Если он в это время скаталожством занимается на соседней ферме и не стоит на посту, он занимается не той деятельностью, понимаете? Математика должна заниматься чем? Сообразите такой мозг свой, поврежденный математикой, псевдоматематикой напрягите. Математика должна заниматься тем, что написано в определении математики. Биология должна заниматься тем, что написано в определении биологии. Все, все просто. Если вы даже этого не понимаете, вам надо ходить, постукиваться об стеночки, как-то калибровать голову, заново получать образование. Ходючек решил, что только эвклиновая геометрия является нормальной геометрией. Вот у нас одна геометрия, вот одна, одна неделимая трехмерного мира, пространственных отношений действительного мира, вот одного. Называете вы ее эвклидовой, не эвклидовой, она одна. А все остальное это не геометрия, это подтасовка. Все. Это тоже вполне четкая, внятная вещь. Если вы там наплели кривых и начали их называть прямыми, это не делает новую геометрию, она не появляется от этого. Создайте новую науку в кавычках. Кривометрия. Идите, занимайтесь, получайте дипломы, кандидатские защищайте, докторские, доктор кривометрических наук. Замечательно. Платите сами себе зарплату. Вы же не хотите? Вам надо настоящую зарплату в действительном мире? Вы же не хотите получать воображаемую зарплату в многообразиях? Балбисы, а? Во-вторых, по поводу определения действительности мира получается, там, где мы находимся, это действительный мир. Вот наше пространство, оно одно, находитесь вы там или не находитесь, это реальный объект, вот реальный. Процессы, которые происходят, они действительные процессы. Материя расположена в реальном пространстве, так формируется действительный мир. Понимаете вы этого, не понимаете, находитесь в этот момент, в этом пространстве не находитесь. Зашли за угол, куда-то ушли из данного места в пространстве, ушли в другое место. Но даже когда вы из места в место перебегаете, вы находитесь в одном единственном реальном пространстве. Вы находитесь в одном действительно мире. Это азы, которые вам не дадали. И вот представьте, вам не дали азы и сказали, считай немедленно, вот формула, считай, умножай, дели. И ты вот такой пять лет делил, делил, отвлекаться даже не мог, вышел такой из института, из университета, дебил, который перемножил много всего и ни хрена не понимает. Он даже не понимает, что такое действительный мир и чем должна заниматься математика. Это вот таких вот из вас делают дебилов. И Саватеев яркий представитель вашего. Слабоумие навеянного со времен Калмогорова. И вы даже ни при каких обстоятельствах не сможете узнать, что это британский проект, что это британцы, ваши мозги вот так выжили. Начали с Калмогорова, сделали его светочем, приняли определение, задаваемое через пусть. Полностью поврежденные люди. Хорошо, что ложкой в рот попадают, кормить их не надо теперь. Сергей, гомеоморфизм, многообразие, боже, какой позор. Тоже, что ли, ученым стать? Я вот придумал только что. Парамагиоматизм. Нарофигазия. Пойду диссертацию писать. Парамагиоматизм. Нарофигазия. Ну вот что, звучит? Оно звучит примерно так же, как вот эта девушка возле доски там у нас математическую многообразию пыталась декларировать. Ца же категория.